В Назарьевском культурном центре большой концерт. Завершается неделя историко-патриотической эстафеты «Салют Победе». В этом году в центре внимания город-герой Москва. Символы – солдатская шапка-ушанка, медаль за оборону Москвы и копия знамени Победы, водруженного над Рейхстагом. Россия, Россия, в этом злое огонь и сила. Ребят с символами эстафеты фотографирует местный учитель истории и руководитель школьного музея Александр Жулев. Рассказывает, что никаких готовых шаблонов по проведению эстафеты нет, каждый учитель сам продумывает урок. Александру Сергеевичу помогла история его деда, который маленьким пережил войну здесь же, в этих местах. Такое запоминается, конечно, лучше, чем просто страницы учебников. «Интересный момент, когда он был самый тяжелый для меня, это он рассказывал, когда после одной из битв тела по реке плыли, по реке Москве плыли тела солдат. Вот самый тяжелый период, он даже плакал в этот период, чтобы их вылавливали они». Неделя эстафеты в Назарево – это экскурсии, концерты, лекции, уроки. О подвиге защитников Москвы подробно узнали более полутысячи школьников, не считая малышей в детских садах. И все это со своей личной интонацией. «Каждый преподносит по-своему, у каждого своя история. И каждый человек нашей страны, он причастен к той войне». Эстафета продолжается. Следующими символы победы приняли школы Новоивановского. Этот солдат защищает здесь родину с 60-х годов прошлого века. Первоначально на памятной стеле были выбиты имена уроженцев Назарево, непосредственно погибших на фронте. Но позже сюда стали добавлять имена уходящих ветеранов. Последние два имени появились здесь в прошлом году. Люди уходят, а память должна остаться. В этом и есть суть акции «Салют Победе». Тимур Газин, Станислав Трифонов, Назарево, телекомпания «Одинцово».